Привет! За всю историю цивилизации человек провел сотни тысяч экспериментов во благо науки и прогресса. И, естественно, некоторые из них были просто безумными и кошмарными. Чего только стоят операции, проводимые Йозефом Менгеле на узниках в концлагере Освенцем. Но ведь они тоже проводились ради науки и прогресса. И в этом видео я расскажу о страшных и будораживающих воображениях опытах, но перед этим поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал, устраивайтесь поудобнее и погнали! Дело медсестер. Есть такая теория Милгрэма, которая гласит, что людям свойственно следовать за более авторитетными личностями. В 1966 году психиатр Чарльз Хоффлинг решил провести удивительный эксперимент для проверки этой теории. В различных госпиталях были отобраны 22 профессиональные медсестры, совершенно незнакомые друг с другом. Каждый в определенный момент позвонил человек, представившийся доктором Смитом. Перед этим Хоффлинг проверил, чтобы врача с такой фамилией в больницах не было и отдал распоряжение ввести определенному пациенту дозу 20 мг астротена, а бумаги на лекарства обещал оформить позже. На самом деле никакого астротена в природе не существует. В хранилище медикаментов каждой больницы были заранее подложены бутылочки с этикетками астротен и указаны на них максимально допустимой дозой 10 мг. То есть, вводя лекарства больному, сестра трижды нарушала кодекс поведения. Во-первых, она слушалась неизвестного ей врача, причем без всяких документальных подтверждений. Во-вторых, использовала неодобренное Министерством здравоохранения лекарства. А в-третьих, заведомо превышала максимальную дозу в два раза. К удивлению Хоффлинга, 21 медсестра из 22 испытуемых ввела астротен пациенту. Лишь одна опытная дама отказалась делать это, не найдя астротен в списках утвержденных лекарств. Эксперимент позволил подтвердить правильность теории Милграмма о подчинении авторитету и, между прочим, вызвал серьезные дискуссии относительно обучения медсестер и работы с персоналом в больницах США. К счастью, никто из пациентов не пострадал. Исследование сифилиса в Таскиге С 1932 по 1972 год почти 400 нищих фермеров, зараженных сифилисом, принимали участие в эксперименте за обещанное бесплатное лечение. Исследование началось как клиническое исследование заболеваемости сифилисом среди населения округа Мейкон. Сначала заболевшие изучались в течение 6-8 месяцев, затем начиналось лечение известными на тот момент методами, включая сальварсан, ртутные мази и препараты висмута. Эти методы были в лучшем случае слабо эффективными. Кроме того, что все они были весьма токсичны, уравновешивается тем, что другие методы в то время не были известны. И первоначально целью исследования была помощь бедному чернокожему населению. В исследовании также принимали участие местные черные доктора для большего доверия пациентов и фонд Розенвальда, который оплачивал часть затрат на лечение больных. Для исследования были сформированы две группы людей, одна из больных сифилисом и вторая контрольная группа, состоявшая из здоровых людей. В первой группе было 399 человек, а во второй – 201. Однако исследования, проводившиеся под эгидой службы общественного здравоохранения США, имела целью исследовать все стадии заболевания сифилисом на испольщиках из числа бедного афроамериканского населения. Заметьте, к 1947 году пенициллин стал стандартным методом лечения сифилиса, но больным об этом не сообщали. Вместо этого ученые продолжили исследование, скрыв информацию о пенициллине от пациентов. Кроме того, ученые следили, чтобы участники исследования не получили доступ к лечению сифилиса в других больницах. Исследование продолжалось до 1972 года, когда утечка в прессу привела к его прекращению. В результате протестов общественности Центр по контролю заболеваемости и Служба здравоохранения США назначили специальную консультативную группу для оценки данного исследования. Она дала вердикт, что исследования были необоснованы с медицинской точки зрения и распорядилась о его прекращении. В рамках урегулирования иска, впоследствии поданного в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения, правительство США заплатило 9 миллионов долларов и согласилось предоставить бесплатную медицинскую помощь оставшимся в живых участникам, а также оставшимся в живых членам семьи, инфицированным в результате исследования. К моменту прекращения экспериментов в живых из 399 людей, на которых проводились исследования, осталось лишь 74. Было заражено 40 жен и 19 детей, родившихся с врожденным сифилисом. Исследование в Таскиге значительно подорвало доверие черного сообщества к общественному здравоохранению в Соединенных Штатах Америки. После этого среди афроамериканцев распространилось представление о том, что СПИД – это одна из форм геноцида. Этот миф связан как с длительным расовым неравенством, так и с конспирологической теорией о расовой вражде белых и черных. Теория заговора утверждает, что правительство способствует злоупотреблению наркотиками в черном сообществе, используя ВИЧ как оружие в расовой войне. В результате многие не доверяют врачам и не хотят участвовать в таких программах, как пожертвование органов после смерти. Исследование также внесло свой вклад в нежелание многих бедных афроамериканцев получать обычную профилактическую помощь. Интересно, что в 2005 году были обнародованы документы, подтверждавшие, что с 1946 по 1948 года Соединенные Штаты проводили аналогичное исследование сифилиса на гражданах Гватемалы, к которому были причастны доктор Джон Катлер, также вовлеченный в эксперимент в Тоскиге, и ряд гватемальских чиновников. Жертвой гватемальского эксперимента стали по меньшей мере 83 человека. Отряд 731 Вторая мировая война стала ареной, на которой люди демонстрировали самые страшные пытки за всю историю человечества. Поразительно жестокие опыты проводили японцы над китайскими, русскими, монгольскими и корейскими военнопленными. Япония и Китай состояли в крайне тяжелых отношениях еще до начала Второй мировой войны. Никто уже не удивлялся каннибализму и кровожадным пыткам, которые царили в японских лагерях. Японцы отрезали солдатам конечности, тем самым вызывая образование гангрены. Проводили вивисекцию, то есть хирургические опыты над живыми людьми. Скидывали на Китай бомбы, начиненные чумными блохами. Воплощением всех этих жестокостей в жизнь занималось японское спецподразделение Отряд 731. По показаниям на суде в Хабаровске, командующего Квантунской армией генерала Атодзе Ямады, Отряд 731 был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольской Народной Республики, Китая и других государств. Судебным следствием было также доказано, что в Отряде 731 на живых людях, которые японцы между собой называли бревнами, на подопытных китайцах, русских, монголах, корейцах, схваченных жандармерией или спецслужбами Квантунской армии проводились и другие не менее жестокие и мучительные опыты, не имевшие непосредственного отношения к подготовке бактериологической войны. На протяжении 12 лет отряд проводил испытания бактериологического оружия на живых людях. Для них было обычным делом засунуть человека в скороварку и наблюдать, выскочат у него глаза или нет. Однако самое поразительное в этой истории произошло уже после войны, когда правительство США в обмен на результаты экспериментов спустило все с рук ученым, ответственным за бесчеловечные убийства. Эксперименты Фридриха II. Император Священной Римской империи германской нации был одним из самых могущественных людей в средние века, и любой его каприз приравнивался к волеизъявлению святого. Таким был Фридрих II Штауфен, правивший европейскими католиками с 1197 по 1250 годы. Он страстно увлекался научными экспериментами, большинство из которых отличалось особой жестокостью, хотя по мне это не научные эксперименты, а садистские опыты над людьми. Регулярная потеха императора заключалась в следующем. Человека замуровывали в бочку с крошечным отверстием, через которое, по убеждению Фридриха, должна была вылететь душа несчастного узника. Однажды он приказал хорошо накормить двух заключенных, после чего одного должны были отправить на охоту, а другого спать. Все дело в том, что его крайне волновал вопрос, у кого из заключенных быстрее переварится обед. Способ ответить на его вопрос был достаточно прост. Нужно было просто выпотрошить обоих. В историю кошмарных опытов Фридрих окончательно вошел после того, как захотел узнать, каким был самый первый язык на Земле, язык Бога. Для этого двух младенцев сразу же после их появления на свет лишили всяческого взаимодействия с людьми. Экспериментатор полагал, когда голоса детей сформируются, язык, на котором они начнут разговаривать, будет тем, что использовали Адам и Ева. Опыт с треском провалился. Два несчастных изолированных ребенка вскоре погибли. Шоковая терапия Лоретты Бендер Лоретта Бендер – американский детский психоневролог, придумавший визуально-моторный тест Гештальт-тест Бендер, которым специалисты пользуются по сей день для характеристики невербального интеллекта и перцептивно-моторной координации. Некоторые из ее экспериментов и методов сегодня многие сочтут неэтичными. Тем не менее, тогда такие способы лечения были вполне приемлемы, удивляться тут, вероятно, нечем. Лоретта Бендер пыталась найти способ борьбы с детской шизофренией. Работая в клинике Белвью в 1940-х годах и пытаясь найти способ борьбы с этим недугом, Лоретта подвергла детей шоковой терапии – ЭСТ или электросудорожная терапия. Всего жестокому эксперименту подверглись 98 детей, которых регулярно заставляли принимать ЛСД и галлюциногенные грибы. Такое лечение делало и без того несчастных детей полностью невменяемыми. Если у кого-то из ребятишек наступало временное облегчение и их состояние было недостаточно тяжелым, дозы наркотических веществ увеличивали. Психиатр заявила, что подобные меры помогли большинству детей и только у некоторых из них впоследствии наблюдался рецидив. Эксперимент доктора Мани по смене пола В 1966 году восьмимесячному Брюсу Раймеру провели неудачную операцию, в результате которой его половой орган был сильно поврежден. Родители мальчика обратились к консилиуму докторов, которые посоветовали отныне воспитывать ребенка как дочку. Его случаем занялся именитый профессор Джон Мани, который долгие годы наблюдал пациента и консультировал родителей. Мани был убежден, что гендерную идентичность можно сформировать и изменить. Брюса переименовали в бренду, одевали в платья и старались растить как дочку. В подростковом возрасте мальчик узнал правду о себе и встал на длинную дорогу реабилитации. Пытаясь избавиться от воспоминаний об эксперименте, он взял себе новое имя – Дэвид. После успешных операций он вернулся в школу и смог наконец почувствовать себя членом коллектива. Дэвидом интересовались девушки, а среди парней принимали как своего, хотя ему пришлось столкнуться с множеством эмоциональных трудностей, вызванных в основном неуверенностью в себе и своей мужской силе. Мальчику стало намного легче. Когда Дэвиду было 25, он женился на вдове и усыновил троих ее детей, однако все еще страдал от депрессивных состояний. В 2002 году он столкнулся с рядом сложных жизненных обстоятельств, включая безработицу. Кроме того, он тяжело переживал уход из жизни своего брата, принявшего смертельную дозу антидепрессантов. 2 мая 2004 года жена ушла от Дэвида, а 4 числа того же месяца он покончил с собой. Дэвид Раймер прожил 38 лет. На протяжении всего периода лечения доктор Джон Мани публиковал отчеты о своих достижениях, которые содержали исключительно позитивные комментарии. По мнению профессора, терапия проходила успешно. Он не сомневался в правильности своей теории о формировании гендерных ролей. В науке этот случай описывается как дело Джон Джоан. Другой ученый-биофизик Мильтон Даймонд, проводивший аналогичные исследования на гвинейских свиньях, позже разнес теорию Мани, доказав, что гендерная идентичность присутствует у зародыша с самого момента его зачатия. История Дэвида Раймера стала известна широкой публике после выхода в 2000 году книги Джона Колопинто. Таким его сделала природа. У каждого большого открытия есть своя цена. Иногда жертва во имя науки действительно стоит полученных результатов, однако это редкость. И зачастую даже добровольное участие в экспериментах приводит к страшнейшим последствиям. И на фоне всего этого возникает действительно резонный вопрос. А стоит ли наука человеческой жизни? Поделитесь своим мнением об этом в комментариях, поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал. Большое вам спасибо за поддержку и увидимся в следующем видео на этом канале. Пока-пока!